ну что ж первый блин кома поехали начинаю серию роликов посвященные онкологии случаи будут разные и с трагической судьбой и с хэппи-эндом онкология онкология рознь это понятно но в любом случае это очень тяжелое испытание для человека очень тяжелое я не верю что это наказание это бред полный это не наказание это просто скажем испытание посланной вселенной не все зависит от человека это так по обывательски все зависит только от нас нет вообще не все но многое хорошо показано и рассказано в фильме виноваты звезды посмотрите я вот ревел не знаю минут 15 после окончания фильма очень хороший фильм там хорошо показано что не все зависит от нас нет вселенной свои планы на каждого из нас нужно просто иногда принимать остается некоторых случаях просто принимать сегодняшняя наша героиня красавица молодец она со всем справилась но вот и другие интервью у нее берет моя супруга любимая она очень красивая она журналистка она филолог как мы с ней мы с ней 18 лет как мы с ней познакомились я еще расскажу она была у меня интервью тупого спортсмена она поклонница есенина ябродского а я есенина всего знал наизусть и иосифом розского где-то три стихотворения тоже у хорошей памяти есть свои плюсы и у них мир перевернулся тупой спортсмен а тут наизусть читает больше ни один ботаник не может почитать и с тех пор мы вместе и так поехали красивая такая всегда светлая у меня все время вопрос возникает когда я тебе вижу как тебе удается ну всегда быть в таком приподнятом настроении светиться радоваться самом деле это это такой опыт жизненный да когда начинаешь ценить то что сейчас происходит да и понимаешь что сколько нам отмерено никто не знает там совершенно не шлют там смс-ки там тебе осталось только поэтому беру жизнь и все здесь да сейчас каким-то опытом ты уже пришла к этому понимаю пять лет назад ну вот голос так такой у меня сиплый схрипот свой такой сейчас прямо вот след на всю жизнь пять лет назад был диагноз канцеронома гортами то есть это была опухоль у меня пропал в одной части голос и не это злокачественного опухоль да и пришлось просто вот пройти вот через все тяжкие что люди проходят с такими диагнозами в каком состоянии ты пребывала и как ты вообще справилась с этим состоянием прежде чем начать и бороться за себя за свою жизнь за свое счастье как бы страх такой в одной части а у меня же ребенок я всего полтора годика я думаю нет я это как бы не принимаю вернее принимаю но это не конец еще нифига не конец и вот очень-очень быстро ну вообще такой опыт жизни что когда трудность прилетает у меня откуда-то берутся внутренние силы мобилизации происходит и вот наоборот как бы я готова вот идти было две операции было два курса обучения конечно здоровый образ жизни конечно в моей любимой бане вот все что приносит радость все что вот тебя заводит все что тебе дает вот эту вот энергию жизни не живы нужно брать и делать и сколько у тебя вот этот период длился лечение такого серьезного ну где-то месяцев получается 7-8 там была такая история на самом деле что такое рак это обида это какая-то эмоция очень негативная которая засела в тело ты ее не прожила ты ее не проработала она села и начала просто отживать тебя изнутри потому что любая эмоция она должна выйти негативная и была ситуация с моим супругом ну мы же звезды же тут и гордыня тут и обиды и много всего было и получилось что проработав с ним отношения в повторный вот диагноз он не подтвердился и и и и и